Добрый вечер в эфире 12 канала. Итоговый выпуск новостей в студии Константин Лондон. Главное сегодня. Снова в строю бессмертный полк вернется на улице города. Центральный штаб сделал заявление. Лед тронулся в Омск. Пришла большая вода. На юге области вскрылся Иртыш. Уровень реки начал повышаться. Если друг оказался вдруг, старейшему омскому приюту для бездомных животных грозит банкротство. Узнали мы только, скажем так, от помощника судьи, что нас судят. Как друг оказался в списке злостных неплательщиков? И кому это на руку? Двухколесные нелегалы. Борьба с электросамокатами набирает обороты. Данные самокаты на сегодняшний день размещаются по всей территории города Омска незаконно. Против двухколесного транспорта выступили в мэрии. Как это прокомментировали в компании по кикшерингу. Любовь не знает границ. Жительница Воронежа в поисках первой любви исколесила полстраны. Главное, что я запомнила, на левой груди родинка со спичечной головкой. Эпидемия ковида нарушила планы. Но амичи помогли вновь поверить в чудо. Бессмертный полк в этом году пройдет в традиционном формате. Такое решение принял Центральный штаб общественного движения. Напомню, в последние два года шествия с портретами участников Великой Отечественной войны не проводили из-за пандемии коронавируса и действующих тогда ограничений. Сейчас заболеваемость практически сошла на нет. Поэтому организаторы решили вернуться к традиционному формату. Дата, когда пройдет патриотическая акция, осталась неизменной. Это 9 мая, День Победы. Добавлю, что уже с 18 апреля в Омске по адресу Красный Путь 9 заработает общественная приемная. Здесь в период подготовки к шествию будут помогать всем обратившимся с поиском информации о том, где воевал, где захоронены и какими медалями были награждены их родные и близкие. В Омской области начинается активный ледоход. Река сегодня вскрылась на юге региона. Уровень воды в РТШ начал подниматься. За ситуацией сейчас следят в МЧС особое внимание поселку с говорящим названием «Затон» Черлакского района. В населенном пункте работает аэромобильная группировка спасателей, которая направилась туда накануне. В ее составе 12 человек и необходимая спецтехника. Сотрудники МЧС уже провели подворовый обход и разъяснили местным жителям, как действовать, если возникнет необходимость эвакуироваться. Пока, по информации спасателей, ситуация стабильная. Угрозы затопления поселка нет. Обстановку контролируют в том числе с помощью беспилотника. Пассивная в Омске стартует вовремя. В ходе визита нашей диригации в Кемерово удалось договориться об ускоренной поставке минеральных удобрений. Сегодня ситуация в стране не самая простая. Из-за их дефицита на мировом рынке экспортная цена значительно выросла, поэтому отгружают подкормку для почвы наши производители в первую очередь за границу. И сегодня все российские регионы столкнулись с задержками поставок. В Кемерово наша диригация провела переговоры с представителями крупнейшего завода по производству удобрений «Азот». И последние согласились ускорить отгрузку минеральных веществ. Так что посевная в Омской области начнется вовремя. Проводили переговоры по приобретению азотных удобрений, которые являются в дефиците на сегодняшний день для многих регионов. Но здесь есть понимание. И мы рассчитываем, что мы успеем в течение мая обеспечить весь объем, который согласован с федеральным минсельхозом при поддержке губернатора Сергея Евгеньевича и коллег с предприятия «Азот». Весенний призыв в Омске проводится планово и не связан со спецоперацией на Украине. Это особо подчеркнул сегодня спикер на пресс-конференции в военном комиссариате. Ряды российской армии в эту кампанию пополнят более 900 амичей. Вызывают призывников исключительно повесткой. Не стоит реагировать на звонки с неизвестных номеров с просьбой срочно явиться для прохождения военной службы. Как правило, делают это мошенники. Нередко из сопредельных стран. Их цель – нагнетать обстановку. Что касается географии, на службу амичи могут попасть в любую точку страны – от Дальнего Востока до Калининграда. Известно, что 15 человек направят в президентский полк. Первая группа амичей отправится на службу в 20-х числах мая. Пока друг платил, его вгоняли в долги. В списке злостных неплательщиков внезапно оказался омский приют для животных. Солидный счет за аренду участка выставили в мэрии – 850 тысяч рублей. При этом в самом приюте утверждает, что платили исправно. Откуда взялся долг и почему вдруге о нем узнали только сейчас, выясняла Екатерина Булычевская. Приют для меня – это как дом второй. Ой, я сейчас буду плакать. Продон. Ирина – волонтер приюта для животных «Друг» – не может сдержать слез. Сюда, чтобы ухаживать за друзьями человека, оказавшимися на улице, едет каждый день через весь город. И каждый день ее встречают 600 радостно виляющих хвостов. И вот теперь ее труд, так же, как и десятков других волонтеров, может пойти прахом. Просто ты их растишь. Их всех я воспитываю и рощу. Конечно, хотелось бы, чтобы они жили дальше здесь и находили свои семьи. Они оказались на улице, где они вообще никому не нужны. Хозяйка приюта Татьяна Дугина в шоке. В начале недели ей позвонили из суда и сообщили, что за приютом числится долг в 800 тысяч рублей. Огромные деньги для организации, которые существуют за счет грантов и пожертвований. Для нас это просто неимоверный шок. Ну вот представьте, да, вы платите как бы ежемесячно, все и считаете, что у вас в порядке. И вдруг вам объявляют, что вы должник. Взлостные должники приют записал департамент имущественных отношений. Почти 6 тысяч квадратных метров земли, на которых расположены вольеры и подсобные помещения, в муниципальной собственности. Татьяна рассказывает, когда ей выделили участок, арендную плату рассчитали с заниженным коэффициентом. 10 лет назад депутаты Гурсовета приняли во внимание социальную функцию, которую выполняет общественная организация. Решает проблему бродячих животных на улицах Омска. Началось все с 80 постояльцев. Сейчас их больше 500. Нам не хватает земли, на которой мы расположены. В 2013 арендную плату за землю Татьяне установили на уровне 185 рублей в месяц. За все. Владельца приюта уверяет, платила исправно. Однако в департаменте имущества с 2016 года в одностороннем порядке начали повышать аренду. При этом в известность никого из зоозащитников, кураторов друга не ставили. Итог. Ежемесячный платеж свыше 16 тысяч рублей. Долг почти в миллион и угроза закрытия. Помимо аренды приют вынужден оплачивать еще и коммунальные услуги. Сумма не маленькая, почти 50 тысяч рублей каждый месяц. Еще в три раза больше уходит на корм постояльцев. Не стоит забывать и про прививки. Каждую осень нужно делать общую вакцинацию от болезни. А это 200 рублей на одного четвероногого. Плюс обработка от блох, клещей. Вот такая вот математика. В приюте друг рады любой поддержке, особенно финансовой. Здесь берутся за самые тяжелые случаи. И хотя доброта бесценна, лечение и содержание все имеет свою немалую цену. Например, протезы для труди, которые живодеры отрубили все четыре лапы. 80 тысяч рублей на сложную операцию в Новосибирске собирали, что называется, всем миром. Или шанти, от слова шанс, дворняшка с травмированным позвоночником. Вдруги не стали выносить приговор парализованной собаке, а решили бороться и вернуть ее к нормальной жизни. Что будет со всеми четвероногими друзьями человека, если приют закроется, Татьяна даже не хочет говорить об этом. Уверена, правда на ее стороне. Показывает договор. В нем черным по белому написано. В случае изменения суммы с арендаторами должны перезаключить соглашение. Но в мэрии никто даже не уведомил приют о корректировках тарифа. Точнее, как выяснилось уже в суде, письма департамент отправлял. Однако не убедился в их доставке. Вы знаете, у нас достаточно большое количество арендаторов. Если каждого... Ну вообще специалисты обзванивают арендаторов и о задолженности сообщают. Насколько были звонки конкретно этим арендаторам, я сказать вам не готова. Закон вроде и не нарушен, комментирует ситуацию правозащитник Игорь Пушкарь. И тариф имели право поднимать и сообщать вроде как не обязаны. Однако история с другом это как раз тот самый особенный случай, ради которого городские чиновники могли бы сделать исключение. Департамент говорит, вы сами следите за ценами. Цена изменится, вы платите больше. Но исходя из того, что задачей друга является спасение животных, то есть понятно, что нет у них людей, нет у них ставок, которые позволяли бы держать юристов, которые бы оплачивали или следили бы за изменением нормативной базы и так далее. Ведь вопрос мог быть решен путем трехминутного телефонного разговора. Вопрос легко решался в досудебном порядке, поясняет юрист. Однако теперь время упущено. Департамент готов пойти навстречу, предоставить рассрочку. Но общественники намерены в целом оспорить действия чиновников и через суд добиться аннулирования долга. Екатерина Булчевская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Стараются сделать город чистым и уютным. В рамках весеннего месячника благоустройства сотрудники тепловой компании наводят порядок на участках, где расположены теплосети. Так, вблизи домов номер 187 и 189 на Ославиахимовской. Работники обновили изоляцию трубопровода. По словам специалистов, такие мероприятия традиционно. Их проводят ежегодно. Теплоизоляция часто изнашивается в течение топительного сезона из-за резких перепадов температуры воздуха. Часто страдает обшивкой от рук недобросовестных и мечей. Ее меняют на новую. Также рабочие убирают сухую траву и мусор в зоне тепловых сетей. Вырубают поросль. Ее перерабатывают, а пилки используют затем при посадках деревьев. Не оставляют без внимания и насосные станции, котельные, а также прилегающие к ним территории. Мы традиционно в апреле месяце выходим на месячники благоустройства. Выполняем уборку прилегающих территорий, уборку охранных зон коммуникации, наведение порядка на центральных тепловых пунктах, насосных станциях. Город наш должен войти в весенне-летний период уютным и чистым. В этом году тепловая компания отмечает юбилей 50 лет с момента основания. Так что у сотрудников предприятия двойной повод привести территорию в порядок. Добавлю, что общегородской субботник в Омске пройдет уже в эту субботу, 16 апреля. Приводить в порядок жители города будут не только придомовую территорию, но и площадки возле социальных учреждений, парки, скверы и другие общественные места. Покорив сердце однажды, остался в нем навсегда. Необыкновенная история жительницы Воронежа, которая по воле случая оказалась в Омске. Женщина направлялась в Казахстан, чтобы разыскать любовь всей своей жизни. Пара рассталась еще 30 лет назад, но своего единственного Наталья Алексеева помнила все эти годы. Однако на пути к мечте женщина столкнулась с трудностями, пока пыталась пересечь еще закрытую границу с Казахстаном. Закончились все деньги. Так жительница Воронежа оказалась в Омске. И когда надежда почти испарилась, новое чудо. О человеческой доброте и вечной любви наш материал. Ее жизнь будто сценарий печального романа. Один легкомысленный поступок в молодости искалечил всю судьбу. Наталья была наивной деревенской девушкой, не избалованной вниманием мужчин. Потому красивый парень, которого случайно встретил на улице, сразу околдовал. 90-й год, октябрь. 14 октября я с ним познакомилась. Это в памяти осталось. Был в сером костюме в крупную клетку, голубая рубашка в тонкую полоску, черные ботинки, черные брюки. Рос приблизительно метр 65, чуть ниже меня. Главное, что я запомнила, на левой груди родинка со спичечной головкой. Такая же и у сына. Через месяц после встречи Наталья поняла, что забеременела. А незнакомца знала лишь, что он родом из Алма-Аты, есть невеста. Ее выбрали родители. Как того требуют национальные традиции казахов. Искать женщину даже не пыталась. После рождения мальчика было много других забот. Жили крайне бедно. Денег едва хватало на еду. Здоровье и физическое, и моральное становилось все хуже. Молодая мама находилась на грани отчаяния. Врачи не брались лечить. Посоветовали ехать в Липецкий монастырь. Совершенно незнакомые люди тогда пришли на помощь и буквально спасли. С тех пор прошло 30 лет. И только теперь Наталья решила закрыть вопрос, который мучил всю жизнь. Найти отца своего ребенка. Ни денег никаких от него не надо. Если даже он будет больной, или может быть у него тяжелая жизненная ситуация в связи с здоровьем, или еще с материальным положением. Милости просим в наш регион. Сын у меня красавец, умница. Из Воронежа она выехала еще 20 марта. Добралась до Кургана и только там узнала, что границы с Казахстаном закрыты. Знакомые посоветовали попытаться проехать через Омск. Но и здесь, на кордоне, остановили. Когда у Натальи совсем не осталось денег и почти испарилась надежда, случилось новое чудо. К растерянной путешественнице на улице подошла совершенно незнакомая девушка и предложила помощь. Четыре дня Наталья провела у Амички. А в храме рядом с ее домом встретила уже Елену, которая тоже вызвалась помочь. Теперь Лена помогает собрать все необходимое в дорогу. Граница с Казахстаном открыта. Многих удивляет такой поступок. А я считаю, что это должно быть частью жизни каждого. Потому что творить добро – это легко на самом деле. Потому что у каждого есть средства и возможности. Вообще чудесных случаев, когда на помощь приходят совершенно незнакомые люди, в Омске немало. Этой зимой всех потрясла история бабушки, которая много лет жила в бочке, без электричества, греясь у крохотной буржуйки. Сюжет журналистов 12 канала быстро стал популярным в соцсетях. И известная московская блогер устроила сбор средств. Всего за несколько дней удалось собрать колоссальную сумму, купить квартиру и мебель. Теперь у Светланы Чернова есть собственное теплое жилье. Но помогают омичи не только людям. Месяц назад срочная помощь понадобилась собаке, требовалось дорогостоящее лечение и, главное, протез за 80 тысяч рублей. Деньги оперативно собрали. Сегодня пес уже идет на поправку. Подробнее об этих и других невероятных и добрых историях расскажем в эту субботу. Смотрите программу «Акценты недели» 16 апреля в 19.30. Екатерина Шипилова, Сергей Никифоров, 12 канал. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Как об стену горох. Западные санкции омским производителям не помеха. Как работают в условиях экономического давления заводы по переработке крупы. И удастся ли сдержать цены, выяснял корреспондент 12 канала. 100 километров без подзарядки. Проще, чем управление велосипедом. Электроскутер омского производства и велосипед из пластиковых бутылок. И жизнь бьет фонтаном. Мэр Шелест объявил, что в Омске включат все фонтаны, даже те, которые ранее признали аварийными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Продолжаем выпуск. Борьба с электросамокатами в Омске, похоже, только набирает обороты. О намерении убрать средства передвижения с улицы заявили в мэрии. Распоряжения подписаны. Перечислены места, где нашли самовольно размещенное движимое имущество. Так классифицировали электросамокаты в документах. В центре города таких 35, в нефтяниках больше 100. Убрать транспорт их владельцу, компании по кикшерингу, нужно до конца следующей недели. В противном случае его вывезут на охраняемую площадку. Как объясняют в администрации города, действуют они в рамках закона. Услуга по предоставлению проката самокатов, то есть место для размещения парковок для самокатов является платной. И на сегодняшний день заявлений в администрацию города Омска о размещении данных самокатов в администрации административных округов не поступало. То есть данные самокаты на сегодняшний день размещаются по всей территории города Омска незаконно. Самокатам в городе Омске вполне возможно быть, но они должны быть размещены на законных, на то основаниях. Как и рассказали 12-му каналу в компании по прокату, они готовы к диалогу с мэрией. Однако о том, что их сервис оказался якобы нелегальным, узнали из СМИ. О необходимости оплаты стоянок электросамокатов, по словам специалистов, никто из представителей власти их не уведомлял. Возникли сложности и по местам их размещения. Здесь прокатчику придется договариваться с администрацией каждого из округов, что для компаний в новинку в других регионах вопрос решался централизованно. Мы не владеем конкретными данными, конкретными суммами и условиями этой оплаты. Собственно, мы и хотели бы наладить диалог. Учитывая, что в действующем законодательстве нет требований о том, чтобы тикшеринг получал специальное разрешение для работы или, как я там и говорил, места парковки, мы решили, ну просто мы запустились, при этом мы остались открыты к диалогу. Хотим договориться и чтобы не доходило до каких-то там мер эвакуации и так далее. Санкции как возможность для роста. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, предприятия региона не только увеличивают объемы производства, но и улучшают эффективность работы. Так, Сибирский комбинат хлебопродуктов в Марьяновке участвует в нацпроекте «Производительность труда». На заводе внедрили методы бережливого производства и сократили время ремонта оборудования. Это позволит не только снизить себестоимость товара, но и выпускать больше объем продукции, не расширяя при этом производство. С подробностями Елена Бабкова. В каждую рабочую смену эти огромные машины шлифуют до 50 тонн гороха, ячменя, перловки и овса. Каждая крупа изготавливается на одном и том же оборудовании поочередно. На то, чтобы перестроить линию под особенности сырья, раньше тратили больше получаса. Это существенные потери для производства. Благодаря экспертам Федерального центра компетенции процесс удалось ускорить вдвое. Специалисты наладили логистику между цехами и заменили некоторые части оборудования. Мы поставили перед собой задачи довести наше производство до максимального усовершенствования. При имеющемся оборудовании нам добиться лучших результатов. Первые успехи уже есть. По крупам производительность в среднем выросла на 15%. Выпускать больше на уже имеющемся оборудовании удалось благодаря введению принципов бережливого производства. Если мы улучшаем, например, на одной культуре, соответственно, у нас решаются вопросы и по другим культурам. Соответственно, здесь мы побеждаем как бы по остальным. Но у предприятий есть мельница, есть комбикормный завод, то есть другие направления, где также надо эти процессы тиражировать. Оборудование на производстве практически все отечественное. На имеющиеся импортные запаса деталей хватит минимум на год. Руководство не только ищет логистические решения для их закупки, но и рассматривает возможность замены на отечественные аналоги. Не стало меньше и заказов. Комбинат работает в штатном режиме и уже наладил поставки круг в Киргизию. Впереди Казахстан, Беларусь, другие страны СНГ и Юго-Восточной Азии. Кстати, даже несмотря на всеобщий рост цен, предприятию удается держать стабильную цену на продукцию. Упаковка подорожала примерно на 7%, но на этом производстве уже знают, как эффективно компенсировать потери. Упаковка, конечно, дорожает. Здесь мы заложники, да, то есть мы видим, что дорожает нефть, да, то есть это исходное сырье для наших полипропиленовых мешков. За счет участия в программе производительности мы видим, что мы сможем это компенсировать, вот этот рост, за счет эффективности нашего производства. Новые подходы планируют применять и на других участках производства комбината. Здесь также производят за сутки около 200 тонн муки и столько же комбикорма. Специалисты Федерального центра компетенции будут консультировать местных работников и уже после отъезда на протяжении трех лет. А также контролировать, как выполняются задачи. Главное, повысить производительность труда минимум на 30%. Сделать город комфортнее, а медицинскую помощь доступнее. С такими целями главный врач инкодиспансера планирует начать работу в городском совете. Дмитрий Маркелов сегодня подал документы на предварительное голосование от партии «Единая Россия». Признается, с особенностями депутатской деятельности плотно незнаком, но работать в авральном режиме и принимать быстрые и правильные решения уже научила пандемия. К примеру руководителя последовал и коллектив онкологического диспансера. Ряды партии пополнили сразу 17 человек. Я гражданин нашего города и живу в этом городе очень давно. Здесь живет моя семья, живут мои друзья, живут мои родственники. И я каждый день хожу по этим улицам, каждый день хожу по переулкам, каждый день хожу по нашему городу и вижу, что в нем есть. И я уверен, что я смогу принести пользу нашему родному городу. В меру моих сил и в первую очередь профессиональных возможностей я готов работать с жителями нашего региона и на благо региона. Кандидатов, которые представят фракцию на выборах, определят сами партиицы. Это сделают с помощью предварительного голосования. Сейчас зарегистрированы 47 человек. Документы еще 50 на проверке оргкомитета. Легкий, экологически чистый и мощный новый тренд. Электроскутер, на котором можно ездить без прав, проектируют в Омске. Скорость до 45 км в час, заряда аккумулятора хватит на несколько суток. Авторы проекта уверяют, скутер безопасен даже для начинающих водителей. Когда разработка увидит свет, узнала Анастасия Вишова. Модель управления таким транспортным средством сильно проще, чем управление велосипедом из-за низкой центра тяжести. На байке, по тротуарам и велодорожкам. Скутер – модель городского транспорта. Прокатиться на нем, уверяет разработчик, с легкостью сможет даже новичок. Главное – крепко держать руль, равновесие ловится интуитивно. Для управления тормоза, рычаг газа, как на обычном мотоцикле. Для контроля скорости – маленький дисплей. Позаботились создатели скутера и о безопасности не только владельца, но и окружающих. Здесь, допустим, реализована такая функция. При слегка нажатом тормозе мотор отключается. И мы в момент разговора, разворота или передвижения его руками, толкая мотоцикл, не сможем задействовать ручку газа, она не будет работать. Разогнать такой байк можно до 45 км в час. При спецзаказе – до 100. Однако словить адреналин можно только при наличии водительских прав. Дальность поездки без подзарядки – до 100 км. Разработчики уверяют – скутер подойдет не только для развлечений, но и для работы. Например, для доставки еды. Не требует затрат на топливо, а работать можно весь день. Ультралегкий мотоцикл домашнего хранения. Вес его меньше 30 кг. Позволяет занести его легко домой, если это необходимо. Если есть где поставить, но нужно заряжать, тогда можно снять аккумулятор, он съемный, и заряжать его отдельно. Для езды в темное время суток предусмотрен специальный фонарь, а сберегут энергию несколько режимов управления. При экономии заряда программа ограничит максимальную скорость под сидением маленький багажник. А вот еще одна разработка – велосипед с заботой об экологии. Этот велосипед пока только прототип, поэтому проехать на нем нельзя. Его рама создана из 200 пластиковых бутылок. При этом срок службы одной – не больше месяца, тогда как на таком велосипеде можно проехать 15 лет, и он не сломается. При этом его повторно можно сдать на производство и сделать из него точно такую же раму. Прочность такого велосипеда, уверяет разработчик, даже выше, чем у привычного всем. На такой раме не появятся сколы, и ее не разрушит коррозия. Сама технология переработки пластика экологичная, но не из дешевых. Для дальнейшей работы над проектом нужны инвесторы или гранты. Первый этап – выставка Промтехэкспо. Дальше – турне по городам в поисках спонсоров. А вот пересесть на электрический скутер, мячи при желании смогут уже через пару месяцев. В первой партии, которые собираются в ближайшие недели запускать в производство, 70% из отечественных комплектующих. В дальнейшем Петр Мельников намерен и вовсе отказаться от импортных составляющих и в течение пары лет на 100% перейти на собственное производство. Анастасия Вишова, Павел Ромось, 12 канал. В конце рабочей недели о мяче ожидают жаркие поединки и горячие схватки. Меньше суток остается до старта главного спортивного события этого месяца – фестиваль единоборств. Напомню, проходить он будет в спорткомплексе «Красная звезда». Зрители увидят смешение стилей боевых направлений – от бокса до сумо. О последних приготовлениях и главных поединках вечера расскажет Андрей Блохин. Вишенка на торте завтрашнего фестиваля «Мощный бой мастеров ММА». Представитель школы «Шторм» Амич Артем Рофаль против магнитогорца Вячеслава Старикова и школы «Прайд». Все это в рамках SFC промоушена «Шлеменко файтинг чемпионшип». Я знаю, он хороший грепплер. У него коричневый пояс вроде как по бразильскому джиу-джицу, но и неплохая серия он показывал на полупрофессиональных поединках. Будет интересно попробовать себя против грепплера, ну и показать свои хорошие стороны. Результат боя пойдет в официальную статистику спортсменов «Рингерл» привезли из Владивостока. Сегодня утром в прямом эфире 12-го канала прошла процедура взвешивания бойцов. Помимо поединка Рофаля и Старикова на фестивале состоятся и показательные выступления юных спортсменов-воспитанников «Шторма». Александр Шлеменко подчеркивает, сама жизнь диктует необходимость заниматься единоборствами всерьез. В сегодняшнее время, в сложное время нам нужно всем быть сильными и детей нужно воспитывать сильными. А что им даст возможность стать сильными? Это занятия единоборствами. И такие фестивали они ориентируют впоследствии, чтобы ребенок убирал для себя правильную дорогу и становился сильным. На фестивале представят и паралимпийское фехтование на коляцках. Сразятся двукратный чемпион паралимпийских игр Александр Кузяков и чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы Константин Бейч. Вы знаете, по-моему, это очень круто. Лично мне, как поклоннику единоборств, это очень нравится, потому что можно разом увидеть всех наших героев. Площадка для проведения боев на «Красной звезде» уже смонтирована и практически все готово к старту фестиваля. «Красная звезда» преображается. Я думаю, впервые в своей истории она получила такую интересную расстановку площадки, конфигурацию. У нас посередине сделана большая сцена, над которой медиакупа. Уже на картинке видно, что устанавливается часть спортивных локаций. В том числе уже установлена клетка, будет два борцовских ковра. Хотел бы всех пригласить на это реально отличное событие, интересное событие, которое состоится 15 апреля в 18 часов на «Красной звезде». И вход будет свободный. Так что всех ждем. А телезрителей мы ждем завтра в 18.00 у экранов. Наша телекомпания будет вести трансляцию фестиваля единоборств в прямом эфире. Андрей Блохин, Алексей Дарьев, 12 канал. Городские фонтаны заработают в начале мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест. Запуск планируется поэтапный в течение нескольких дней. Но подготовка идет уже сейчас. Сотрудники водоканала тестируют и прочищают трубы. Специалисты работают с фонтанами на театральной площади в скверах Дзержинского имени 33-го ЛКСМ и Первомайском. Напомню, именно эти конструкции были признаны аварийными и не работали два года. Ко дню Победы фонтаны уже включат. Также будут радовать омичей водные каскады на улицах Чиканово-Леханово, Бударина, Путилова, Гашика. На бульварах Победы, Заречным, Ветеранов и на площади Серова. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Такова картина дня в Омске. Всего вам доброго и до встречи завтра на 12канале. Редактор субтитров А.Семкин